Великой русской литературы Великой русской литературы Великой русской литературы Иван Иванович Казинцев, заместитель главного редактора журнала «Наш современник». И Сергей Станиславович Куняев, начальник отдела, один из ведущих российских критиков. Один из ведущих. К сожалению, опять же говорим, вот эти малые тиражи, избирательные средства массовой информации, а многие средства массовой информации сейчас частные. Частник, он естественно использует свои какие-то личные интересы, ему зачастую более приоритетным кажется личная прибыль, а не состояние литературы. Я даю слово Александру Ивановичу Казинцеву, и сейчас, я думаю, народ будет подходить. Просто пока еще не сориентируется. Добрый день, дорогие митерпурицы. Судя по тому, сколько здесь собралось людей, и сколько людей собралось в зале, где обсуждают литературу о войне, единственная перспектива у нас в России есть только у литературы о войне. Но поскольку мы с Сергеем Станиславовичем Куняевым самые дисциплинированные, а в армии ценится прежде всего дисциплина, какая-то перспектива, наверное, есть и у нас вместе с журналом «Нарсия Лебедника», который мы представляем. Дело в том, что в этом круглом столе должны были принимать участие Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Николай Слонинца и много других известных людей, но посмотрите, их фактически нет. Ну, вообще-то, вот посмотреть на этот шатер и ответ на вопросы о будущем литературе становится наглядным. Какое будущее, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять? Ровно десять. Ну и вот, наверное, наш гость теперь будет одиннадцатым. Вот одиннадцать человек, которые желают послушать, что самые известные литературы хотят сказать о литературе, ведь никто же не знал, что они будут, и Прилепина, и Прилепина. Ну и вот, а сейчас это будет будет. Когда говорят о борьбе мододнизма, постмододнизма, реализма, я, Рилепинаризма и патриотической литературе, я хочу сказать, ребята, да мы висим на ниточке, вот вся литература, вся сфера культуры, и это, конечно, забавно, что в этом воконе литературном, который держится на столь липом основании, ведет тоже значительная борьба, но боюсь, что это только ускорит катастрофический финал, и финал не приведет ни к чему положительно. Хотя, если управляться в тему, если продолжать нелепую в такой малочисленной аудитории форемику, то можно, конечно, сказать, что тема будущая авангардизм или реализм, эта тема, ну, как бы слишком уж не актуальная сегодня, потому что, ну, о постмодернизме как альтернативе реализму еще можно было говорить, можно было говорить в начале 2000-х, нулевых, тогда на первых ролях в литературе были Сорокин, Пелемины, другие авторы, и вот сюда постмодернизм может быть. Хотя это не авангардизм ни в коем случае, а авангардизм всегда ориентируется на модерн, на большой модерн, на его идеологию, на его историософию, которая предполагает смену и движение вперед, а именно постмодернизм, отказавшийся от всякого движения, постмодернизм, который свелся в конечном счете к набору цитат и к иронии над всякими смыслами, над всяким развитием историческим, художественным, нравственным и так далее. Так что говорить о постмодернизме как альтернативе можно было тогда, но сейчас говорить смешно. Я езжу на все совещания молодых, поэтому я могу достаточно авторитетно заявить, что ни на одном из совещаний, ни на совещании в Ливках, которое собирает каждый год по 300 человек со всей России, из Брижнего, за Рубежье, но оно по нынешней классификации такое либеральное совещание, ни патриотическое, в противовес ему проводящееся под Нижним Новгородом, это Некрасовский семинар так называемый, там нет и следов авангардизма, и слабый-слабый след постмодернизма. В основном все писатели сейчас склоняются к реализму. Но это видно на нынешних лауреатах премий, на нынешних лидерах прозы современной. Это Захар Прилепин, это Сергей Шокбунов, это Александр Мелехов, реалисты в классическом понимании этого слова. Ну и это видно, как представитель журнала «Современе», «Наш современник», как-то есть и главный редактор журнала «Наш современник», я хочу сказать, что это видно и на наших публикациях. Но у нас до сих пор публикуются такие классики литературной русской, как Бондарев и Параханов. Вот Бондарев в прошлом году, мгновение очередную ходцу, мгновение опубликовал. Параханов в этом году и в прошлом, кстати, роман, и в этом году роман, посвященный событиям на Донбассе. Там нет никакого авангардизма. Мы недавно опубликовали самый значительный до сего времени роман Захарова и Лепина «Обитель». И это тоже классический, реалистический роман. Ну и «Молодые» мы смотрим, что будет завтра. И это самое интересное, потому что то, что было вчера, то, что происходит сегодня, это достаточно очевидно. А вот что будет завтра, за это нужно бороться. Это имеет смысл. Смысл имеет развитие, смысл имеет будущее. Если нет будущего, то даже и настоящий день, и прошлое лишаются всякого смысла. Поэтому мы бережно относимся к молодым, мы пытаемся помочь им вступить в литературу. И те, кто входят в нее с помощью журнала «Наш современник», выбрали, очевидно, выбрали реализм. Это прежде всего Андрей Антипин. Я прошу вас, запомните эту фамилию. Я уверен, что будущее русской литературы непредставимо без этого имени. Андрей Антипин, земляк Валентина Распутина, нашего, как сказать, основного автора, любимого автора, ведущего автора. Это мало сказать. Валентина Распутина, человека, который создал ауру журнала «Наш современник». Вот Андрей Антипин, его земляк, он из Усть-Уды. Это поселок Таежный на впадении Уды в Ангару. Это 300 километров от Иркутска. Представьте, вот из Москвы 6 часов лететь до Иркутска и потом еще 6 часов ехать до этого поселка. Вот в такой глубинке живет молодой парень, которому не исполнилось еще 30, но он в душе. Да, ну что делать? Или погромче, погромче, говорите. Мне, дорога вот эта аудитория, я хочу быть как можно ближе к ней. Так вот, парень, который живет в глубинке, но написал уже несколько повестей, обративших на себя его внимание всей, всех руководителей журналов. Я его активно пропагандирую. Мне было очень приятно, когда я Дудареву, главному редактору журнала «Юность», говорю, посмотрите, у нас есть такой интересный. Он говорит, да я уже его пригласил, мы публикуем его повесть. Василевский, главный редактор «Нового мира», он тоже заинтересовался. То есть эта фигура сейчас вызывает всеобщий интерес. Чем он привлекает? Ну, прежде всего, тем колоритом, который органично присутствует в его произведениях. Это тайга, это характеры крепкие, дикие, сильные. Вот именно сильные – это очень важно для современного общества, лишенного силы, лишенного устремленности, такого слишком виловатого общества современной России. Вот поучиться бы им у героев Антипина. В то же время, это герои, несмотря на свою силу, а может быть и благодаря ей, это надломленные герои. Вы скажете, как это такое, благодаря силе надломленные? Ну, потому что сильный человек, он борется за свои идеалы, он хочет их утвердить, он хочет утвердить или сохранить, как его герои, сохранить ту традиционную жизнь, которая характерна для деревни и которая для него своя. Он в этой жизни чувствует себя нормальным человеком, но он сталкивается с современностью, которую не приемлет, которую хочет изменить. И это столкновение ведет к надлому сильного героя. Ну, попробуй поборись против времени, против всех тенденций, против всех реалий современной эпохи. У него интересное развитие, вот традиционный реализм, он ведет человека вверх, вверх до вершины, на которой происходит преображение. У Антифина, наоборот, у него происходит падение героя, падение в безнадежность, падение в катастрофу. И вот в каждом его произведении есть этот нижний пункт, дальше которого уже падать некуда, дальше которого уже человек не может выжить. И это падение означает смерть героя. Это честная, это честная литература, реалистическая литература, которая показывает, с какими проблемами сталкивается современный человек, стремящийся удержать, удержать ту жизнь, которая стремительно, стремительно уходит. У него поразительное чувство слова. Знаете, в любой системе, в художественной, в том числе, важно саморазвитие, когда видно, что это не подталкивает слово автор, а когда слово рождает слово, когда они идут как волны, одно за другим, мощно, сильно накатывая на читателя. Вот такое развитие слова характерно для Валентина Распутина. И оно же, хотя совершенно по-своему, характерно для Андрея Антипина. У него свое слово очень сильное, очень яркое, сочное слово таежной сибирской глубинки. Еще один замечательный прозаик, которого открыл журнал «Нахсовременник», это Андрей Тимофеев. Вот Антипин в девятом номере, как за прошлый год, «Дядька», мы напечатали очередную повесть. А Тимофеев, это десятый номер за прошлый год, «Медь звенящая». Это другой совершенно писатель. Это писатель, не москвич, но приехавший в Москву, освоившийся в Москве, человек, который воспринял русскую классическую культуру в полном объеме. И прежде всего, Федора Достоевского. Конечно, это его напряженнейшие произведения, они истоком Достоевского имеют. Но это Достоевский переосмысленный молодым человеком 21-го столетия. Это совершенно своеобразное, совершенно самобытное, не ученическое переосмысление Достоевского. «Медь звенящая» — это повесть о любви молодой выпускницы Лит-института к профессору Лит-институтовскому. Ну, сюжет классический, как будто ничего не таит в себе, но какие глубины страсти, философии открывает молодой автор в этом избитом сюжете. Я советую вам обязательно прочесть эту повесть. Ну и скажу, что «Медь звенящая» сейчас, к сожалению, евангельские тексты, вернее, новозаветные тексты известны плохо, но это из слова о любви апостола Павла, о том, что если я имею веру, если я жертвую ради веры, если я исповедник веры, но любви не имею, то значит, эта вера ничего не стоит, эта медь звенящая и кимвал звучащий. Вот любовь как главная ценность веры, жизни, мира – это идея, утверждающаяся в повести Андрея Тимофеева. Ну и третье имя я назову, это Елена Тлушева. Она дебютировала в прошлом году в журнале «Нахсовременник», первая публикация в третьем номере. С тех пор у нее уже, по-моему, 30 публикаций, в том числе и в Белоруссии, и в Эстонии, и в Германии, и в Казахстане. Сейчас готовится российско-китайский сборник, куда взяли ее рассказы. То есть это исключительно успешный дебют. Я не припомню таких успешных дебютов. Она подтвердила свою квалификацию, если можно так сказать, опубликовав четыре новых рассказа в третьем номере журнала «Нахсовременник» на этот год. Елена – психолог по образованию. До 27 лет она занималась именно деятельностью профессионального психолога, работала с и работает с детьми, ставшими жертвами насилия, с детьми наркоманами и так далее. Это самый страшный контингент у вас. Я забыл сейчас фамилию этого прозаика. Орехов, да, Орехов. Тоже талантливый, между прочим, фонозаик в Петербурге Дмитрий Орехов. Он тоже занимался работой с этим контингентом и он признавался, что сходишь с ума, буквально сходишь с ума, когда видишь столько горя, столько муки в людях, только вступающих в жизни. Они еще жизни не видели, но всю грязь жизни, все несчастье жизни уже обрушилась на них. И вот этих людей тянуть, этим людям говорить, что все-таки есть свет, все-таки жить стоит, жизнь имеет смысл. Это тяжелейшая задача для любого, для тех, кто, для волонтеров, которые с ними работают, для психологов, ну и для писателя. Вот человек попытался свою борьбу за этих детей расширить не только средствами психологии, средствами медика с ними работать, но и рассказать об их жизни, об их несчастье, рассказать читателю, чтобы вызвать сочувствие, чтобы привлечь внимание, чтобы возможность была помочь этим ребятам. Разумеется, это очень жесткая проза. Это странно. Мы привыкли, что женская проза сентиментальна, женская проза рассчитана на чувства. Чувства там есть, но сентиментальности там нет нисколько. Я когда прочитал, я поразился, это мне напомнило на вкус такая вот у меня приходливая еда была. На вкус это похоже на лимонный сок. Это почти невозможно пить, но это отрезвляет предельно. Хочешь подотрезвиться, выпей лимонного сока, хочешь избавиться от иллюзии, от какого-то такого сюсюканья, свойственного ложного лиризма, свойственного в мире, тиратуре и вообще нашему обществу. Мы любим посюсюкать. Вот если хочешь от этого излечиться, почитай Елену Тулушеву. Это только действие, это только герой, на нем все сосредоточено вниманием. Здесь нет автора, который как чаще всего бывает, влезает в текст и говорит, да вы не смотрите на героя, вы посмотрите на меня, какой я хороший, какой я гуманный, какой я добрый, как я красиво вижу мир. Вот это как правило у молодых и увы не только у молодых, у большинства литераторов вот этого самолюбования нету ни на йоту в рассказах Тулушевой, только герои, только действия, только диалоги, а это, кстати, большая редкость. Обычно даже талантливым авторам и опытным авторам диалоги не даются, они описывают, он пошел, он подумал, он сказал, одна реплика и снова авторский текст, а здесь это сплошной диалог, я так мысленно решил, а если подставить эти он сказал, она сказала, Петр, Елена и так далее, это готовая пьеса, это вот такой концепт пьесы в рассказе или сценарий, фильма, очень динамичный благодаря этому произведение, вот этот третий наш автор Елена Душева из молодых, ни один из них к постмодернизму и тем более к авангарду не имеет никакого отношения, почему я достеряю все время авангард и постмодернизм, потому что авангард это все-таки ну я не скажу что высшее воплощение модерна, но характерное воплощение модерна. Модерн это идеология развития, а авангард, авангардизм, авангардное сознание, оно требует немедленного и радикального деятельного преображения действительности. Ну вы вспомните Маяковского, вспомните эти акции футуристов, людских голов обделываем дубы, это вмешательство активное в сознании, в формировании общества, идеи Хлебникова о том, что нужно месить, лепить из массы человеческой нового человека, это мы можем вспомнить, а итальянцы допустим могут вспомнить Данунцева, выдающегося модерниста, оказавшего влияние на развитие модернизма в России, он вывел в 22-м году в Триесте сотни тысяч людей на демонстрацию, и эта демонстрация решила вопрос о национальной принадлежности, о государственной принадлежности Триеста, тогда за Триестом город на границе между Италией и только что образовавшейся Югославии эти две страны спорили, и вот вмешательство Данунцева, эта демонстрация многосоттысячная, она закрепила Триест за Италией, то есть это были люди, призывавшие к вмешательству в жизнь и активно вмешивавшиеся в жизнь, преображавшие жизнь, уж на свой монет, хорошо это или плохо, это другой вопрос и наша история по-моему на этот вопрос отеретила, но полив был такой вот преобразить, стернуть мир и вместо него как скатить грязную со стола и утвердить что-то новое. Сейчас такого пафоса нет в обществе, не только в литературе, в обществе нет такого пафоса. Все последние даже вот так называемые говорят оранжевые революции, но ведь на Западе говорят revolution light, это мягкие революции, это революции без кровопролития, без танков, без захвата почты, телеграфа, что там по классической формуле Ленина, это попытка трансформировать существующее общество в соответствии с идеалами, которые исповедуют вот эти люди, мягко изменить его, но ни в коем случае не менять основы, как было у настоящих революционеров и авангардистов, которые очень близки по своему мировосприятию, к революционерам и политически многие из них и были революционерами. Сейчас нет такого запаса идеализма, может быть, такого воинствующего, нет запаса воинственного идеализма в обществе, нет такого импульса активного действия, действия, поэтому авангардистская литература, на мой взгляд, сегодня невозможна. Возможен постмодернизм, но постмодернизм это разочаровавшийся и хилый, хилый именно, лишенный силы отпрыска модерна. Думаю, что именно благодаря этим своим качествам он не жизнеспособен вообще и не конкурентно способен как альтернатива реализму. Спасибо. В советской системе была пропаганда книги. Книга выходила, ее уже ждали рецензенты литературной газеты и литературной России. Если хвалила литературная Россия, то литературная газета обязательно ругала. И наоборот. Эту книгу ждало центральное телевидение. Была программа литературная на двух каналах. Эту книгу ждало радио. На радио существовала даже такая программа писатель за письменным столом. То есть к писателю приходил корреспондент не по факту выхода книги, а он спрашивал над чем вы сейчас работаете. Автор рассказывал, читатель уже ждал, интересовался, ему уже по радио сказали, что готовится такая книга, там действуют такие-то герои и так далее. Сейчас все это исчезло. И какой-то мере заменить вот эти системы книга, пропаганды книги и распространение книги призваны были литературные премии. Ну, как все в нынешних условиях, это такое порождение метод жилизма. Вот мы возьмем и сейчас сделаем что-то простыми средствами, достаточно дешево, но сделаем не менее эффектным. К сожалению, ничего не получилось, и об этом справедливо сказал Сергей Станиславович отчасти, потому что изначально там есть мухлёж, если говорить просто, у строителей отчасти не обязательно мухлёж. Я был членом жюри нацвеста, и там учитывали действительно вот тот автор, за которого я голосовал, он получил тогда премию национальной бестселлер, но в принципе эта система премий не может заменить живую систему взаимодействия читателя с публикой, которая была в Советском Союзе. Можно клясть Советский Союз, можно прославлять Советский Союз, но система была. Сейчас системы нет, и литературные премии не могут возместить её отсутствие. Уважаемые гости, меня зовут Алексей Филимонов, я представляю Российское Набоковское общество. Я благодарю вас за откровенность, буду задавать вам неприятные вопросы, если можно. Вот вы знаете, у многих писателей падает сообщество, что наш современник также работает на сегрегацию, раздробованность литературного пространства и совершенно не склонен к культурному диалогу. Ну, наверное, я огрубляю что-то, но тем не менее, вот та традиция, о которой вы говорите, реализм, в общем-то русский реализм, русская традиция, любой крупный писатель, он всегда противостоял уже существующей традиции, так или иначе ее ломал. Отсюда возникает проблема того, что же есть реальность. Не подает ли ваш журнал реальность в каком-то достаточно узком виде, в котором видите только вы ее, уважаемые вот, в том числе авторы и идеологи этого издания. Почему этот вопрос важен? Вы представляете русского человека, русский генотип, русскую нацию, так или иначе вкладывая ее в какие-то достаточно узкие рамки. Поэтому иногда прочтение вашего журнала создает впечатление, что все это писал один человек под псевдонимом. Конечно, я не имею в виду Юрия Полькартовича Кузнецова, с которым мне тоже проводилось общаться и писать о нем статьи. Тем не менее, его слабость не видится в том, что само понятие почвы вы передаете очень эмоционально, сугестивно. То есть до сих пор теории какой-то почвенной литературы нет. Говорится о глубинности, как говорилось во время критик кожаных, но как это философски обосновать, попытаться в русле того же противостояния постмодерном и так далее. То есть вот такие подобные вопросы, они всегда возникают, и я понимаю, что они неприятны. вам спасибо. Саша, вы скажите, пожалуйста, спасибо. Ну, если понимать новаторство как вулку традиции, то у нас действительно вы не найдете таких произведений, но, слава богу, сейчас так много журналов, что это никак не сказывается на литературе. Ломай, выдумывай, пробы, где угодно. Не обязательно на страницах нашего журнала. Но если говорить о новаторстве как о созидании новых смыслов, а это, по-моему, гораздо плодотворнее, чем ломать что-то, созидать, Толстой справедливо говорил, что не надо ничего ломать. В жизни достаточно места для того, чтобы строить рядом. Хочешь, отвергаешь это, строй рядом, и пусть люди выбирают. Так вот, если говорить о новаторстве как о создании новых смыслов, то наш современник, по-моему, и создал ту самую почерническую, деревенскую, как ее называли, а на самом деле классическую, госсоздал классическую русскую прозу в 70-х, 80-х годах 20-го века. Это было поразительное новаторство. Вы вспомните, как говорили герои прозы до Распутина, до Белова, до Евгения Носова, до Виктора Астафьева, в каких условиях они жили, какие проблемы до Шубшина, конечно, Василия Шубшина, я называю тех, кем мы гордимся, кто представляет лицо журнала наш современник. Ведь это были другие речи, это было другое слово, это были другие герои, другие жизненные условия, потому если говорили о деревенской прозе, что вся деревня, весь этот круг, не только земных работ, а прежде всего, прежде всего проблематики человека, выходцы из деревни, столкнувшегося с жизнью голода, непонятной для него, жестокой для него, бездуховной для него, и человека, который ищет себе место, ищет новый смысл жизни в столкновении с этим голодом. Вот что принесла проза деревенская, проза нашего современника, и это было, конечно, открытие. Ну, а сейчас мы публикуем Захара Прилепина, это же человек, который, вот, кстати, я говорил, что не борется, вот, пожалуй, Захар Прилепин это тот, кто может и авангардом считаться, но при этом равняется на традицию, это человек, который боролся все время, он же нацгол, он член партии Лимонова, и он боролся политически, а сейчас он борется на Донбассе, он распространяет эти, везет туда гуманитарные грузы, он помогает людям, оказавшимся в беде. Это борец, и в литературе он точно такой же борец, как в жизни, это революционер в литературе, но в отношении к слову, в отношении к стилю он продолжает традицию, так что я не вижу здесь плоти-боречий между новатонством и традициональностью. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...